Конечно же, ради сквирта сделают Охмана крупным планом всегда. А во время финала она его выкинет, потому что, возможно, не пройдет. Мы видели, что это не платье, а штаны с хвостом. Все остальные скини и хелси, то есть худые люди на сцене, где пугленький мужичок. Изображает, как говорится, трах журналисты-еврофаны, которые в 75 тысяч раз утрируют всю информацию, которую проходят. Мой дороги, а то корона будет с вами. Это ли визитная карточка The Rasmus, или это не визитная карточка The Rasmus? Если он сгибается в три погибели, и такой «Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я» И все такие «Боже мой, Господи, какой вокал!» «Красные кровавые быки», «Жезебель», «Кривое пение», «Значит, я не знаю, что?» «Тазики с водой на сцене», «Волосы», «Трихологические проблемы». Все это на закрытых репетициях произошло за последние два дня. Второй полуфинал полностью отрепетировал. Чем удивил он и чем разочаровала итальянская сцена прямо сейчас в этом выпуске. Это РАМ-музыка, поехали! Евромиденье, это как Евровиденье, но хрен знает, как мы будем смотреть, и за кого болеть. Привет, ребята, меня зовут Рамин, и это канал РАМ-музыка, штаб Евровиденье на YouTube под названием Евромиденье продолжает свою работу. Конкурс уже очень близко, 10, 12 и 14 мая мы с вами смотрим Евровиденье. Обязательно не пропустите, подписывайтесь на все мои соцсети, чтобы узнать, как мы это будем делать. Это пока неизвестно, до самого момента, вот ближе только к 10 числу мы узнаем. Также 10 числа у нас еще будет стрим Америковиденье, и потом Евровиденье, то есть, короче, это будет 10 мая, это прям полностью забитый трансляциями день. Я надеюсь, что вы будете с нами, потому что будут праздники, и у вас тоже. Надеюсь, пальцы скрещиваю, что ничего страшного не произойдет в эти праздничные дни. И мы будем с вами праздновать музыку. Ну, а чтобы быть в курсе прямо сейчас, кстати, еще последнее видео не вышло, я жду его в нашем телеграм-канале РАМ-музыка. Мы там смотрим все репетиции. Вторые репетиции уже с телевизионными отрывками и доступными для онлайн-аккредитованной прессы начнут выходить завтра. Мы будем полностью писать описание номеров так, как оно на самом деле выглядит. Да, в обход вот итальянских журналистов, которые пишут какие-то несусветные страшные вещи, типа немецких флагов на сцене украинского выступления и прочей фигни. Мы напишем то, как будет выглядеть номера, и, естественно, сама Италия нам предоставит телеверсии. Маленькие кусочки выступления, как это будет выглядеть на телеке. Будет очень круто. Надеюсь, вы не разочаруетесь. Ну, а мы давайте разбирать репетиции. Передо мной есть все отрывки, значит, выступлений. Сначала вышла новость, что солистка группы Go Away будет озвучивать результаты Украины на Евровидении. Ну, будет и будет. Давайте перейдем к следующей стороне. Первой выступала Финляндия, группа The Rasmus. Давайте посмотрим, как они, собственно, провели свою репетицию и что там напели. Значит, что я вижу? Говорят, что шарики на сцене – это визитная карточка The Rasmus. Подскажите, фанаты, The Rasmus. Это ли визитная карточка The Rasmus или это не визитная карточка The Rasmus. Я вижу, как солист группы выдавливает из себя все вокально и вроде что-то давится. Хотя вот на этом отрывке репетиции кажется, что он что-то как-то заглубляет весь этот звук. И он такой... Как-то в себя. Нас всегда учили как бы вперед. Но это эстрадное пение. Не знаю, он же рокер, у него другое пение. Что надо вот это вот все вперед пускать звук, чтобы было громко же запеть. А он как-то как вот начинающие певцы делают. Но это возраст, это голос. Выглядит все неплохо. Толком ничего не видно, но все в стиле The Rasmus и в стиле, как говорится, Яндекс.Еды. Посмотрим, что будет дальше. Что пишут? В номере используются огромные черные шары, которые парят на сцене. Коллектив вновь в желтых костюмах. Освещение тоже желтое. Группа стабильная, исполняет свою песню. Энергетика неплохая. В последнем припеве много огня и дыма. Звучит неплохо. Давайте дальше. Дальше у нас был Израиль. Майкл Бен Давид доехал до Турина, готов репетировать. Вокал артиста на высоте, отточенные танцы тоже на месте. Майкл и танцоры в белых костюмах. Давайте посмотрим. В общем, что я могу сказать про Михаэля Бен Давида. Ну, неплохо. Все в стиле национального отбора. Толком информации нет ни от итальянских журналистов. Видимо, ничего нового на сцене не было. И от него видно все так же исполнение в стиле стихотворения. Он больше говорит, нежели поет. Но, естественно, мы будем видеть... Вот это вот все. Это мы посмотрим. Нас пока избавили от этих сюрпризов. Интересно будет посмотреть, как это будет выглядеть. Да, ничего не могу сказать про Израиль, потому что нет ничего и смотреть. Дальше, Констракта на сцене Пало Олимпико. Это Сербия. Давайте посмотрим. Так. Очень интересно, что пишет. Выступление похоже на национальный отбор. Я его не видел, кстати. Тазик для мытья рук и полотенца. Выступление выделяется среди других в этом году. Выделяется, видимо, тем, что оно нихрена не отличается от национального отбора. Значит, что хочу сказать. Значит, тазик эмалированный, как были в советские времена. Я сначала думал, что какие-то священники стоят по кругу. А это просто, видимо, люди, которые принесли шесть разных полотенец, чтобы она могла вытереться любым. Я не очень понимаю, почему они не хлопают по-настоящему. Она-то понятна, потому что ей надо петь. Это, может, собьет дыхалку, да? А все остальные-то почему? Очень как-то неестественно выглядит, когда она вот так вот... Будьте здраво! Будьте здраво! В целом... Ну, я говорю, песня слишком вердовая. Естественно, месседж очень странный и хер бы кто поймет. Такое чувство, как будто она просто поет про мытье рук. Мойте руки! Мойте руки! Мойте руки! А то корона будет с вами! И все. Ничего интересного. Большая сцена. Интересно, как они ее используют. Я надеюсь, будет какое-то драматичное освещение. Какая-нибудь пушка сверху на нее. И она будет как будто рассказывать страшный ужастикс. Последним выступает Надир Рустам Ли. На сцене присутствует масштабный реквизион. Артист поет с неких ступеней. Некие ступени. Отличная характеристика. Которые очень интересно сняты. Также на сцене есть танцор. Затем ступени разделяются таким образом, что артист и танцор смотрят друг на друга. В телеверсии выглядит очень эффектно. Движение и свет способствуют этому. Давайте смотреть. Это, видимо, концовка песни. Как-то без музыки, но совсем не выделяется. Он-то там музыку слышит. А тут выглядит как хаотичный какой-то belting. Ничего не показали нам. Ничего не показали. Они просто ходят по ступенькам. Это, скорее всего, с подачи делегаций. То есть нам показывают самые неинтересные и скучные моменты. Ну или натренированные тиктокеры и Турина знают, что снимать. Точнее, то есть ничего. Это всего лишь тизер, всего лишь подготовка. Нам показывают в основном закулистие. Но такое интересно. Интересно. Сам факт, что есть какой-то огромный реквизит, уже немножко выделяет артиста из основной массы участников, который встает на фоне черного полукруга. Да, будем смотреть, что там дальше. Так, а следующие у нас выступили, знаете кто? А я скажу вам. Грузия. Грузия это циркус Эмиркус. Со своей песней, даже не помню, как называется. Давайте посмотрим. Что мне сказать? Что написано? Выступление очень веселое, эксцентричное. Используются элементы цирков викторианской эпохи. На бэкдропе неоновая графика. Во-первых, на бэкдропе я увидел вот этого пухленького мужичка, который с глазом иллюминатским на голове. Где-то я его уже видел. Может было, может у них клип какой-то? Что-то, видимо, я где-то смотрел. Я видел уже этого мужика. Я почему-то думал, что он будет петь. А он только на бэкдропе. Все остальные скини и хелси. То есть худые люди. На сцене, где пухленький мужичок. Он самый колоритный, яркий, эффектный из них всех. Вот эти вот очки на солисте, которые имитируют, значит, Глукому. Или что это? Я видел такие. Какие-то, знаете, для подводной лодки. Тоже не очень понятно. Везде все. Рейнбоу. Сочетание цветов яркое, могу сказать. Я фотки вам буду показывать. Сочетание цветов очень крутое, классное. Но песня... Ну, никак не раскрывает артиста. Вот эти вот... Let me out. Let me out. Let me out. Мне напоминают почему-то какие-то вот отголоски Битлз. Вот этих вот старых лет. Именно вот эти мотивы. Вот то, что было раньше популярно. Так не показали себя цирку с Миркус. Кроме ярких костюмов. Никак. Мы ничего про них не знаем. И, собственно, надо же, когда ты даешь такой вот эпатажный люк. Надо, чтобы он как-то был оправдан. И чтобы людям было интересно, почему вот этот чувак, значит, в кожаном пальто цвета печени. А второй, значит, какую-то шкатулку огромную в руках держит. То есть, надо, чтобы интересно было. Пока непонятно. Так что вот ничего не могу сказать. Эмма. Мускатное вино и мускатный орех. На сцене Пало Олимпико. Мальта. Давайте смотреть. Какая она маленькая. Можно было без этого. Так что, так что, значит, это уже нам решать. Грэйт это было или не грейт. Во-первых, мне понравилось, что ей заменили платье, все-таки, да, такую же блестящую, как люди полюбили в национальном отборе, но все-таки такое мини, стало понятно, что она молодая, что она молодая, что она не 35-летняя тетка в каком-то боди, а тут прикольное легкое платье, песня, опять же остается бейсик, но какой-то такой чирлидерский номер, типа вот, я не помню, как вы звали артистку из Нидерландов, по-моему. Такие старинные вот эти вот чирлидерские шаги, вот типичное Евровидение, тоже Алсу сюда вспоминается, вот эти вот под музыку все эти шаги, движения, не знаю, стоит ли, то есть, хотелось бы, чтобы вокальная дива показывала свою монументальность, что вот она, то есть она такая, берет нотку, а здесь она просто вышагивает с танцорами, и по сути кажется, что ей легко петь, я же вам говорил, когда кажется, что артисту легко петь, то не такое впечатление производит, если он сгибается в три погибели, и такой, и все такие, боже мой, господи, какой вокал, а если она просто как Ариана Гранде стоит, и все сразу такие, ну молодец, супер, похлопаем. Что радует здесь, это безукоризненное исполнение песни, да, судя по всему реквизита особо нет, она там делает вид, что играет на рояле в начале, ну, посмотрите, разве кто-то может поверить, что она играет на рояле сама, поэтому особо такого импакта эмоционального в душу песня не дает. Ну, а дальше у нас идет Ахиллесова пита, Лауро, Сан Марина. Значит, Ахилле Лауро, что пишут люди? На сцене появляется огромная металлическая клетка. Артист в сверкающем полупрозрачном костюме, роскошном боа, из перьев, ковбойской шляпе и в ковбойских сапогах. Кроме того, на нем есть большие помпоны из меха. Последний припев артист исполняет верхом на красном вельветовом быке. Добавилось много огня и дыма к последнему прогону. Итальянские журналисты уверяют, что в этом выступлении пиротехники больше, чем во всех предыдущих за три дня вместе взятых. Как обычно, эмоциональные журналисты-еврофаны, которые в 75 тысяч раз утрируют всю информацию, которая проходит, поэтому, знаете, верить тут на 100% нельзя. Нужно читать телеграм-канал «Рамузыка», когда будут старые репетиции. Прям вместе взятых. Уверяют прям они. Что я хочу сказать. Вы видели по репетиции, насколько шумные вот эти взрывы, все пушки, огни? На самом деле на сцене нихрена не слышно. Именно поэтому все поют во внутренних ушах, в наушниках. Потому что без этого абсолютно нереально петь. И если вы вот так вот выйдете и попробуете спеть, вы, во-первых, себя не будете слышать. Вы, когда реально на шумную сцену выйдете, вы будете петь вот так. И вам будет казаться, что вы открываете просто рот, потому что вы себя просто не слышите. Потому что колоночки находятся в других местах. И они с задержкой отражают звук от стен. Поэтому у всех наушнички. Только так можно себя услышать. Естественно, Ахилле Лауру изображает, как говорится, трах на быке. Он не изображает покорение быка. Клетки, вот это все, хоть какой-то реквизит. Это хорошо, потому что это вот в стиле, знаете, намек на хаттере. Будем говорить референсами Евровидения, чтобы еврофаны поняли, о чем речь. То есть все такое масштабное, эпатажное. Чтобы на стероидах вывести выступление Моноскин, которое было в прошлом году. То есть это рок, эпатаж, у нас все на максималках, вот вам клетки. Не знаю, кто будет в клетках. Барабанщик, вижу, сидит в клетке. Посмотрим. Боа, это, видимо, чтобы показать, что наш такой гендерфлюид вокалист готов на все, открыт ко всему. И вот он такой грязный мальчишка, лижется с гитаристом или там еще что-то. И в то же время такой брутал сидит, садится на быка и начинает на нем елозить. Честно говоря, по фоткам не похоже, что быквилетовый, но вроде как он тканевый, да, не кожаный. Вот, как вам, как вам, как вам выступление? Сан-Марино, да, неплохо, ничего-то неинтересненько. Идем дальше. Дальше у нас был Шелдон Райли, Австралия. Давайте смотреть. Да, Шелдон говорит, что типа, господи, уже столько раз. Действительно, там столько репетиций и прогонов, технических, нетехнических, за кулисами на сцене, что тут главное голосочек-то сохранить к финалу. Мы нередко видим, как шикарно поют песни артисты, а на финале Евровидения уже все хрипит-сипит, потому что не все суперпрофессиональные вокалисты, у многих садится голос, и они не могут его восстановить ближе к конкурсу. Что пишут? Артист начинает выступление с подножья огромных ступеней, его белое платье просто огромное. Мы видели, что это не платье, а штаны с хвостом. Оно украшено свадебным шлейфом и мехом. На лице Шелдона его фирменная маска с камнями сваровски. Очень мощное выступление в вокальном плане. Но никакой информации мне не дает, я не могу просто пересилить себя. Для меня это просто бейсик-песня с ужасным вообще просто каким-то вот простейшим текстом неглубоким. Это просто парад белтинга. Вначале мы видели, как он на технической, это за кулисами распевается, и он как будто Он прям ждет, когда уже эта нота закончится. Это, понятное дело, что песня у него уже впетая, ему не нужно ничего не изображать, а на сцене нужно. Я не могу, она меня прям по ушам лозит, как сирена в уши. Ничего не могу поделать, то есть я просто жду, когда она закончится. Я понимаю, все супер трагично, но что-то как-то я не могу проникнуться. Ну, естественно, вокал и вот это все, баллы будут. Как вам? Как вам? Ну, тут видно, что это как покемончик, да? Там был черный костюм, здесь белый. Это уже elevated. Посмотрим, зачем лестница. Он, видимо, на них подниматься будет, и съемкой будет показывать, как он высоко находится. Это все делается в зависимости от углов обзора. Мне кажется, будет круто. Интересно, интересно, это была Кипр, киприотка Андромаке, или что-то такое, как-то она себя по-другому назвала. У нас она Андромаш. Завершает сегодняшний день репетицию. Кипр, одна из самых больших декораций. Огромная установка в виде ракушки. В ней мы видим танцоров и различные проекции. Артистка, словно Афродити, появляется из неких волн в начале выступления. Афродита, да, такая? Хорошо, что они не полагаются на полукруг, но, скорее всего, они полагались. Потому что вы можете посмотреть, что декорация у нее в виде волны. Скорее всего, предполагалось, что на дальних волнах, которые не будут крутиться теперь толком, будет что-то светиться, и все это будет создавать огромную единую картину, потому что сцена такая полукруглая. И будет супер невероятно классно. Но ничего, сейчас они подберут нормальные углы обзора, и будет интересно. Как вам? Судя по всему, или там бэков много, или нам так специально ничего не слышно, как-то она идеально прям поет про свои волосы и про трихологию. Посмотрите реакцию, кто не видел. На самом деле, мы раскрывали тайные смыслы песен, мы понимаем все языки. Это песня про трихологию, про вычесанные волосы, про боли в корнях волос. Ну и, собственно, проблемы ментального характера, которые с этим связаны. Выглядит пока все очень интересненько, достойненько. Любая новая декорация, это всегда интересно. Посмотрим, посмотрим, что будет. В принципе, песня-то слушабельная, понимаете? Radio-friendly и mainstream-ready, назовем ее так. И сегодня были новые репетиции. Первая вышла на сцену Брук из Ирландии. Артистка в ярко-синем костюме. На сцене ее сопровождают четыре танцора. Выступление активно используется на полной проекции. Работа камеры отличается от предыдущих выступлений. Вокал звучит отлично. На последнем прогоне добавилась пиротехника. Брук Скаллеон. That's Rich. Смотрим. So, little things, little things, little things. Little things, да. Чуть-чуть исправить и все будет супер. Ну, видно, видна пиротехника. Виден и слышен немножко фальшивоватый вокал. На верхушках, когда идет регистровый переход с фальцета на основной голос. Flowers! Вот тут она немножко фальшивит. Но песня впетая. В принципе, все норм выглядит. Такая, знаете, больше как будто для американско-британской аудитории. Такая школьная, такая песенка для молодых девчонок. Но на Евровидении немножко другой вайп. Вот на Америковидении, мне кажется, зашла бы песня. Здесь мы уже обсуждали. Посмотрите мой видос про вторых полуфиналистов. Какие здесь косички. Я пока не вижу ничего особенного в песне. Просто девочки с типичными движениями а-ля Beyoncé на концертах. Вот этими наклонами, обычными танцорами, проходочками. Песня-то неплохая. Вот жалко, что ничего не придумала Ирланды. Да? А дальше у нас что идет? Дальше Андреа на сцене Пало Олимпико из Северной Маседонии. Исполнительница одна на сцене. Ее сопровождает пульсирующий задник и очень драматичное освещение. Андреа полностью в черном. В номере используются дополнительные экраны, установленные на сцене B. Сцена B это маленькая сцена уже после основной сцены, ближе к залу. Там, где фонтаны, значит, льются. Выступление очень стильное и лаконичное. Не очень эпитеты для описания классного номера. Ну, посмотрим. Я чувствую себя очень эстетично и нервно, но очень эстетично. Я просто реально не ждать, чтобы увидеть, как он выглядит на сцене. Окей. Я имею... Спасибо. Значит, будет интересно посмотреть... Вы, кстати, можете полные репетиции посмотреть у нас тоже в телеграм-канале. Я вам показываю только кусок с живым вокалом. Так-то где-то около 40-50 секунд на каждую репетицию есть видосик. Там, как они за кулисами подмазываются, подкрашиваются. Вот это все. Значит, два экрана стоят. Что-то там будет воинственное, громкое. Артисты поддерживают друг друга, потому что иначе нафига им ссориться, когда вы оба не проходите финал. Какая вам разница? Тот факт, что я не сразу вспомнил имя певицы и до сих пор не знаю, какая у нее там фамилия. И с какой она страны. Говорит о многом лично для меня. Тоже что-то как-то меня не трогает. У нее такой тремоло, такой интересный, отличает ее тембр от других и делает голос необычным. Ну, понравится ли она зрителям? Понравится ли она зрителям таким вот темным настроением, таким драматичным образом? You don't wanna taste my limits! То есть я даже не могу повторить, настолько уникально у нее это все звучит. Ну вот я вижу в телеге у нас дофига лайков у этого выступления. Людям нравится. Посмотрим телеверсию. Ну а мы идем дальше. Следующим на сцену вышел кумир девчонок из нашего. А нет, у него лайков меньше, чем даже у Македонии. Из Эстонии Стефан начинает выступление на сцене B. На маленькой. Артист стоит один, в его руках гетара. Ковбоев, как на эстонском отборе, решили убрать из выступления. В телеверсии используется ретро-фильтр. Во время песни артист ходит по сцене. Отличная динамика. Смотрим. Маленькая сцена передняя. Ходит по сцене. Не наврали. Ну петь здесь нечего. Я это уже проговаривал. Вот эти вот «о-о-о-о-о-о», это все как бы легко поется и все шикарно невероятно. Судя по фотографиям, он там где-то спрыгивает откуда-то, ну видимо со сцены на сцену. Судя по тому, что итальянские журналисты не написали ни о каких 3D эффектах или еще каких-то экранных, помимо вот этого винтажного фильтра. Видимо, ничего не будет. Мы завтра или послезавтра когда там узнаем И обязательно вам скажем Посмотрим телеверсии Интересно, интересно Что будет и как будет Но пока ничего примечательного здесь нет Я даже вот даже не знаю Возможно Кто-то сможет сдвинуть Стефана на подходе На выходе в финал Песня неплохая, ничего такого в ней нет Но и чувак тоже Как обычный чувак, то есть девочки Не все будут брызгать Не все будут брызгать девочки Может быть парни будут Ну то есть непонятно, кто-то будет брызгать Но это не все А это значит, что шансы уменьшаются Плюс он одет, надо было еще пуховик надеть Чтобы вообще ничего не видно было И бороду наклеить еще дополнительную, и шапку Балаклаву просто надеть и петь в ней Ну не понимают своих сильных сторон Страны, что же делать Кому нужна эта гитара, мы все знаем, что ты поешь Играешь не вживую Идем дальше Итак, следующее Следующее Ооо, дальше ворвалась новость Сцена Евровидения выходит из строя Итальянские журналисты утром заметили, что на сцене была отключена вода В знаменитом фонтане во время репетиции Ирландии Бытует мнение, что именно фонтан стал причиной поломки сцены Поскольку вода просочилась в двигателе До начала первых репетиций фонтан был отключен Какая-то, как, знаете, государственная организация Срывает с себя рубашку и остается в блестящем серебристом жилете Его сопровождают танцоры в очень коротких топах Хореография на высоте Чувак довольно веселый на самом деле И выглядит очень молодо А когда я смотрел национальный отбор Мне показалось, что это какой-то взрослый дядька Со своими какими-то закидонами Это просто пацан Выглядит все так же Выглядит все нормально И вот, видимо, его лук Когда он снимет рубашку То есть он остается не голый Он остается в какой-то жилетке С какими-то кровеносными сосудами Серебряными на ней Интересно Там в песне тоже петь нечего И она вся, по-моему Ну, эта песня мем То есть я эту песню сравниваю с сирхатской песней Пусть и не таких масштабов, как у мистера сирхата Но все равно Как говорится, фанаты слушают, прикалываются Но шансов, как будто у этой песни немного Посмотрим Может, она пройдет, как сирхатская песня Не хватает скандала Там-то был еще мем в том, что сирхату 147 лет Поэтому это было смешно Когда он пел Ну, не знаю Пишите, что думаете Ну, а дальше выступал у нас Охман из Польши Кристиан в черном костюме На сцене вместе с ним 4 контемпорари танцора В черных костюмах и масках В этих костюмах танцоры отдаленно похожи на признаков Задник мерцает, как и освещение на арене Смотрим Значит, очень эффектно Это больше похоже на дементоров гарри поттерских Нежели на призраков И мне вот этот кадр понравился Правда, это кадр с телефона Может, телеверсии не будет так Но Когда снимается Дементор А он там, этот Охман на заднем плане Прыгает и орет Но, конечно же, ради сквирта Сделают Охмана крупным планом Всегда Нормально Он эмоционально отыгрывает верха Ему петь это все легко И, значит, польская делегация Сделала максимум Лишь бы он мог сосредоточиться на пене И не двигаться Сделали ему какие-то там костюм С какими-то вставками И все, ты главнопой Вокруг тебя будут тряпки крутиться И танцевать То есть, в принципе Пока выглядит все нормально Мне нравится Мне нравится Покажу вам фотки обязательно Так что давайте Высказывайтесь и вы тоже А потом вышла Владана Из Черногории Артистка выступает на сцене Б На сцене Очень красивое голубое платье С большим светящимся диском На спине What? В номере видна Отличная работа со светом Выступление очень запоминающееся Из-за освещения И отличного вокала Диск мы увидим Только во время полуфинала А во время финала Она его выкинет Потому что возможно Не пройдет Давайте смотреть А вот это то, что сзади Это не диск Разве случайно Пока она говорит Не его раскрыли Полупрозрачная какая-то фигня Короче я не очень У нас в каждом Евровидении Есть такие дивы Вокальные дивы Стоящие на месте С каким-нибудь Или блестящим платьем Полина Гагарина Или еще чем-нибудь Зря я привел в пример Полину Потому что только что Хотел сказать Что они всегда есть И не всегда проходят Да И Тамара Тадевска Но она тоже хорошо выступила Но здесь Вообще прикольно Иметь какой-то реквизит Который не зависит От сцены И не нуждается В репетиции И просто его знаете На финале Там повесить куда-то На подмышке Или что тут написано Платье с большим Светящимся диском На спине А почему он будет На спине Непонятно Потому что коробка Которую они там вскрывали И это вроде как был диск Там было написано Bottom То есть может она На нем стоять будет И будет свет На этот полупрозрачный диск И на платье будет переливаться Оно у него такое У нее в складочку Платье Интересно будет посмотреть Что там за работа со светом Потому что песня Мне пока так же выглядит Ощущается староватой Немножко престарелой И немножко устаревшей Немножко Хочется чего-то средневекового В образе Раз такая музыка у нее Как из Игры престолов 895 года Разлива Ну а дальше у нас выступал Джереми Макис Из Бельгии Артист выступает В серебряном жакете На сцене 4 танцора Шикарное описание Смотрим Не ори Не ори Обязательно Да Куда тебе Тебе микрофон настраивают Конечно Значит номер Видимо будет Супер обычный Совершенный Нам не показали Оборвали запись Показали Все что угодно Кроме этого Будет интересно посмотреть Номер хотя бы по концепции Чуть-чуть более Такое хип-хоперское Судя по всему В плане танцев Хип-хоперский И возможно Вот это серебряное платье Сыграет ему на руку И будет хорошо Учим все блестеть Почему нельзя было Такие же серебряные штаны Надеть Что он типа Будет похож на космонавта Почему серые джинсы Прям одежды не было Надо было заставить его Страдать на Евровидении Раз он представляет Всю страну Но посмотрим Посмотрим Но судя по всему Ничего интересного Раз ничего интересного Итальянские журналюги Не написали И последние новости Про сцену Конечно же Официальные комментарии От Ебу Относительно Сцены Сегодня датская делегация Сказала что О проблемах с солнцем Было известно заранее В связи с этим Многие делегации В том числе и датской Пришлось за несколько дней До начала репетиции Менять номера По словам датского учателя За три дня До начала первых репетиций Ебу разослал Всем делегациям Такое письмо Во время технических репетиций Команда продакшна Столкнулась Со следующей проблемой Солнце не успевает Поменять свое положение В то время Пока идут открытки То есть Как бы ни крутилось солнце Во время номеров Пока идет маленькая Коротенькая открытка Солнце не может Вернуться в исходное положение Я это так понял Совместно с вещателем Рай Было принято решение Оставить Конструкцию В одном положении Чтобы обеспечить Равную конкуренцию На конкурсе Вау Мы приняли решение Не использовать Солнце Чтобы Нихрена его Не использовать В принципе Чтобы была равная конкуренция Вы могли бы его Хотя бы развернуть Экранами к зрителю Может оно будет Все-таки развернуто Экранами к зрителю Видимо они этого не сделали На экранах Можно было бы Хотя бы цельную картинку Показывать Цельную картинку Там же еще За этим солнцем Огромный прямоугольный экран Но они развернули солнце Именно задней частью Потому что Из задней части Торчат софиты И софитами Можно хотя бы Какой-то узор создать Или какую-то форму номеру Да Будут выступать все На фоне черного экрана That's rich Корнелия Якобс Монарх Александр II Выпустил Дальше пошла репетировать Из Швеции Написано В номере используется Тот же реквизит Что и на Мелоди фестивале Ее костюм тоже не поменялся Это специфика Этих шведских выступлений Настолько Швеция погружена В Евровидение И вообще любит его И настолько там Шикарно конкуренция И все идеально делается Что Тот номер Который шикарно Продюсируется И даже придумывается Как его снимать На Евровидении И в Швеции На национальном отборе Тот же самый номер Вместе с реквизитом Переходит На само Евровидение То есть Они уже знают То есть Они готовятся долго К мелоди фестивалю Масштабно его проводят А потом у них есть Уже готовый номер С готовой съемкой С готовыми костюмами Поэтому Корнелия Якобс Собственно на фоне Эмблемы НТВ Выступит Снова Давайте смотреть Я уронила микрофон Я вся такая Поворотая Криворукая Но Собственно Мне было очень комфортно На сцене И собственно Ей все понравилось Я не вижу Кто-то поворачивает Это кольцо НТВ Видите Кольцо Такое чувство Что того же размера То есть Это вам говорит о том Насколько Какая сцена была На мелоди фестиваля Не намного Видимо меньше По сути Ей не нужен другой реквизит У нее там постоянно Мы видим Видели по съемке Крупные планы То есть Ей пофиг Что будет сзади На сцене Видимо творится Потому что Ее снимают В основном Около этих кругов Также она будет Трясти волосами И петь Ну песню Она уже пела 75 тысяч раз Можете загуглить И все выступления Крутые И послушать Как это уже будет звучать На Евровидении В этом плане Конечно Я считаю Небольшой Небольшой минусик Людям могло Это все Надоесть Но Лорин тогда Не надоело Что еще Больше у нас Описаний нет Значит все было То же самое И последние Выступали чехи Чехия закрывает Репетиции Репетиции Выступлений Очень много Свита На арене Присутствует Атмосфера Ночного Клерба Значит Очень танцевальная Клубная песня У чехов На момент Когда я начал Записывать Это видео Видео с репетиции Чехии Еще не было И вот оно Уже появилось Я его только что Скачал Давайте смотреть Как они спели Супер 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 Выглядит все Супер А что про чехию писали А ну да Атмосфера Судя по фоткам Я вам покажу Фотки Фотки бомбезные Просто хаотично Я не знаю Есть какой-то Видимо режим Вы представляете Как с этим светом Вообще Что-то делать То есть Это все лампы Должны соединены Быть в единую систему Чтобы для каждого номера Своё освещение делать И располагаться по-своему Здесь абсолютно хаотичное Даже было флеш-ворнинг Для эпилептиков Предупреждение Что сейчас будет все моргать Видимо На телике Сделают В телике Сделают то же самое Визуально Я уверен Будет выглядеть все круто Потому что Будет много Вот этих общих кадров Которые мы видим На фотографиях И вытягивает она Вроде тоже верхушку Нормально Посмотрим Пока все звучит норм И я знаю Что людям нравится Эта песня Да и я собственно Не против этой песни А вот уже у нас В телеграм-канале Появилось голосование Какая из репетиции Понравилась больше остальных Пойду да проголосую Со мной согласны многие Ну так вот Кстати у Чехии 32% голосов Больше всех Больше всех Голосов В нашем голосовании Вот такие дела Ребят Вот такие дела Посмотрите обязательно Обзор предыдущих репетиций Потому что там Было месиво С немецкими флагами Горячими деревьями Все обсудили Украинскую делегацию Все Как вы хотите Как вы любите Ну и высказываться давайте И обсуждать Все вместе Че кого А мы увидимся С вами в следующем видосе Это Рамузга Пока Пока Это мне кажется Это такая Для китайской аудитории Еще песня Ну все Пока